Приветствую всех друзей, вы на канале ShadowLelPlay, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Ведьмака 3, какая же красотища-то тут, да? Хотя место Каэр Морхен внизу находится, вверху горы, не очень безопасно, конечно, построили крепость, могут атаковать прямо оттуда. Ну что, друзья, мы с вами в прошлой серии провели грандиозную попойку, и нам сказали вали из Каэр Морхена, но у нас остался еще один квест, связанный с парниковым эффектом, мы сюда вернемся, и вот этот один вопросительный знак. По идее-то больше здесь ничего и нет, все остальное мы объездили, может быть еще что-то попадется где-нибудь. Но пока что, пока что, пока что, пока что мы с вами выполнили все, что могли, даже ключевой квест, и теперь надо собирать братву, чтобы с этой братвой держать удар. Сейчас я тут еще по Каэр Морхену побегаю, мы сюда цири, напомню, будем переправлять. О, у меня еще тут сундуков куча, кстати, с финансами. И будем здесь сопротивляться. Проклято меща Демада, дикой охоте, то есть. Сейчас давайте еще тут побегаю немного по Каэр Морхенам, пособираю... О, я такую книгу не читал. В движущейся по небу ленте возникают нечеткие силуэты всадников, все они ближе, их видно все четче. Раскачиваются, будь в линные рога и растрепанные султаны на шлемах. Под шлемами белеют оскалившиеся черепа, наездники сидят на лошадиных скелетах, покрытых лохмотьями попон. Бешеный ветер воет в вербах, острия молний, одно за другим режет черное небо, ветер воет все громче. Нет, это не ветер, это жуткое пение. Блин, нас специально решили напугать, чтобы мы знали, что нас ждет, да? Копыта призрачных лошадей спарывает мерцание болотных огоньков. В голове ковалька донесется король охоты, проржавевший шишак колышется над черепом, зияющим провалами глазниц, горящих синеватым огнем. Развивается рваный плащ, он покрыт, о, покрытый ржавчиной на грудь, грохочет ворот пустой, как старый гороховый стручок. Никогда в нем сидели драгоценные камни, но они вывалились во время дикой гонки по небу. И стали звездами, король охоты смеется, клацает гнилые зубы над заржавевшим воротом доспехов. И синим горят глазницы черепа. Да, реально нас решили напугать. Ключу-ка я свет, это страшно. Слушайте, тут столько всего пропустил. Вот коровье молоко чего стоит-то, а? Это же полезно. Блин, надо, наверное, по этажам пробежаться. Собрать все, что я не добрал. Ну, все подряд, конечно, не стоит брать, но хотя бы что-нибудь. Книги хотя бы какие-нибудь пособирать. Тут их много, кстати, книжных полок-то стоит. Во, пожалуйста. Это я тоже не читал. Каждый, кто судит, что человек появился на свете пустом и таковым принял его во владение, есть такой же глупец, как и тот, кто осмелится утверждать, будто после человека мир поглотит пустота. Прежде чем нога человека вступила в этот мир, его населяли существа, превосходящие людей разумом, силой и всеми прочими умениями. Существа, о которых я упоминаю, не исчезли сейчас, как не исчезнут они после того, как от человека не останется ни малейшей пылинки и никакой субстанции. Сие могущественные создания не населяют пространство, которое способен властичь людской разум. Для них нет известных нам измерений, а места, где они обитают, можно назвать пространством между мирами. Иногда можно почувствовать их присутствие по чужеродному запаху или по странному беспокойству, которое сопровождает их появление. Ветер, одновременно дующий в разных направлениях, также может быть свидетельством их присутствия. Существует соображение относительно внешнего вида этих существ, но у них нет ничего общего с действительностью, ибо человек не способен описать вещи, которых не видал даже в самых страшных своих кошмарах. Самое мерзкое в этих существах, это именно их неопределенность и отсутствие формы. Но ошибся бы каждый, кто подумал бы, что существо без формы есть существо безвредное. Сила, которой они располагают, способна валить самые древние леса, разрушать города и возмущать моря. Сегодня человек оладел миром, но лишь на краткое время они терпеливо ждут и вот-вот поднимут голову, чтобы вскоре вернуться к давней славе. Это столь же верно, как то, что после ночи всегда приходит заря, чтобы вскоре вновь раствориться во мраке. Нас еще решили больше запугать всякими княженцами мелкими. Подожди, еще тут что-то есть. От меня что-то пытается скрыть. Что здесь? Йеннифер, еще один декран на Миконс, уж тихо, уже несколько. А зачем столько много? Ладно, давайте еще поднимем... О, тут еще много книг. Я должен все осмотреть, прежде покинул. Кайрморхен. Возможно, я сюда уже не вернусь. Что ж узнает-то? Нет, я сюда вернусь, конечно. Возможно, мне не дадут погулять здесь свободно. Потом, типа, начнется. Ой, атака слева, вспышка справа. Трюс с вампиром. Блин, тут одни хорроры на книжных полках. Фауна семерных земель, том первый. Опа! Что такое волк, знают всякие. Кто не слышал, как они воют ночи, кто не видел их следов на снегу поутру. У кого не пробегал холодок, по хребту привидиста, испятили двадцати волков, вышедшие на охоту в лесах. Люди считают этих прекрасных зверей врагами. И не без причины, ведь волки нападают на стада домашних животных, а в особом... Особенно холодной зимы и на лошадей. Но это благородные звери, очень умные, сильные и независимые, ими нельзя не восхищаться. Мы волка добавили в бестиарий, понятно? Я до этого не знал, кто он такой. Фауна северных земель, часть первая, некрономикон. Ну ладно, вот видите, пополнил бестиарий. Вот так взял и пополнил. Ещё деньги есть какие-то. Ладно, я мусор тоже заберу. Камней много рунных найти можно. А тут два сандука, вот один. Ладно, одну бутылку оставлю. Так, это сделать невозможно, закрыто. Ну ладно, давайте ещё наверх в башню поднимемся. Там где была Йеннифер, я там всё осмотрел, нет вверху. А так мы с вами всё обошли. Где эта башня была? Здесь где-то. Кухню, по-моему, мы обшарили. Вот только бочка одна уцелела. И то здесь проволока. Тут у нас что-то тоже не очень важное лежит, наверное. Хроники Редании. Ого! Что я столько пропустил-то? А, тут одна фигня, походу. Ну да. Ставь бутылка. Ох ты, доспех какой-то взял. Ещё и книга какая-то валяется. Монструм или ведьмак. Описание том 2. Что опять какого-то монстра запишем, да? Монструм или ведьмака описание. Так. Известно, что ведьмак, причиняя наиму мучения, страдания и смерть, столь великое удовольствие и наслаждение испытывает коих человек. Благочестивый и нормальный токмак тогда достигает, когда с женой своё законно общается. Дальше на непонятном языке. Из поведанного ясно следует, что и всей материи ведьмак являет себя противным природе, творением ненормальным и мерзопакостным, вырожденцем со дна ада, что-то такое я где-то уже читал, при наисчернейшего и наисмраднейшего родом, ибо от наносимых страданий ему кто-кмо дьявол сам, пожалуй, удовольствие получать может. Дописка на полях, книга-ключ, шахтовка Эрморхина. Че? Формула из заметок открывает, а не проход в старушек. Стоит взглянуть, что там. Я знаю, где это. Слышите, офигеть, квест нашёл. Вот это да, вот это разбросать. Сколько я таких квестов пропустил? Ещё. Ведьмачья кузница. Она у нас не активировалась. Я нашёл до этого эту ведьмачью кузницу, убил уже какого-то голема, но там дверь не открылась или что-то, шахта должна была открыться. Нет, тут не... О, это что-то... А, я думал ещё какой-то квест. Блин, это эльф тот, который Ума. Кого мы превращали в прошлой серии. Блин, как это важно было. Круто. Круто, круто. Даже страшно становится, сколько я пропустил других квестов. Ну, внизу я был, там решётка. А ещё что-нибудь есть интересное? Да, только я не знаю, он запустится, этот квест. Просто, как обычно, его начал раньше времени. Там, по-моему, ничего нет. Тут какая-то дверь. Я ж-то уже голема убил. А тут что? Это вторая башня? Ну, тут тоже решётка, наверное, да? Да, тут всё просто. Подземелья здесь нет. Хотя, в первом Ведьмаке были. Закрыли, видать. Там мы как кого-то, помните, держали круг какой-то. Ну, защищались, короче. Тристам нам помогало. А это что за место? А, я тут, по-моему, пробегал. Э, это кровать Енифер. Гу, какое уютное ложе. Угу. Тут ничего не прочитать. Вот тут-то Енифер купается. О-о-о-о. Ладно, пойду, пока она меня никуда не выбросила. Снова. Нет, тут больше ничего нет, походу, да? Нет, делать-то невозможно. Ну, и ладно. Ну, что, я пошёл. Я не знаю. Тут, в Каэр Морхен, как-то видите, так квесты разбросаны беспорядочно. То есть, меч Берингара я мог пропустить. Раз. Вот квест. Хотя я нашёл кузницу. Она появилась, но исчезла из списка квестов. Это неправильно. Он должен был там хотя бы сказать, я должен найти что-то, что активирует. Я думал, это просто квест какой-то забагованный. Или как с Красным Бароном у нас было, что я выполнил уже квесты, они появились, но исчезли потом. Потому что я как бы уже наперёд забежал. Понятно, что этот квест не активировался, потому что барон уже уехал. Ну, а здесь бы могли хотя бы пару строчек написать, что для активации кузницы нужна книга, которую надо разместить вон на постаменте. Ну, ладно, тогда у нас два квеста остаётся. Тем более, мы его уже по ходу выполнили. Там очень серьёзный... Этот был голем? Или кто там был? Я не помню, кто там был. Какой-то здоровяк. Ну, не тролль точно. По-моему, голем земли или что-то типа того. Элементаль земли. Вот кто там был. Но мы его уже убили. Да, он был мощный. Он был, по-моему, 30-го уровня. Так, ну и где эта кузница? Где-то я её тут видал. О, как раз мы туда переместимся. Всё, теперь квест легально активирован. Потому что мы с вами немножко побегали по Каэрморхену. Хотя, по идее... Надо было отсюда уходить. И я бы его точно пропустил. Там ещё какая-то фигня. Там медведи, понятно, ходят вечно. Потом какой-то туннельчик тоже есть. Может быть, потом туда отправят. Может быть, не знаю. Но сам факт, что эту кузницу мы нашли и всех убили нафиг в этой кузнице. Это, конечно, здорово. Разместить книгу на постаменте. Но квесты легко пропустить. Записки говорят, что книгу нужно разместить в особом месте. Ну вот, пожалуйста. Ё-моё. Они опять здесь появились. Слушайте, я их уже забирал здесь. Они что, постоянно появляются? О, открылось. Да, я вот это не могу сделать. В этом месте есть магия. Я не могу одного понять. Я... А это что за тело? А, собаки здесь были. Я беру постоянно какие-то чертежи отличных доспехов Школы Волка, которые, по сути, мне не нужно... А что, ещё один бой будет? Что-то за арена такая. Не нравится мне это место. Это необычная кузница. Медальон обнаружил магию. Нужно здесь осмотреться. Вот и я о том же. Я как ведьмак. Помощник Геральда. Тоже чувствую здесь что-то. Возвращенный набор подмастерья. Ещё один. Как важно читать книги, да? И заглядывать туда, куда мы не заглядывали. Если бы не мое любопытство моё, чрезмерное, мы бы уже два квеста пропустили бы в Каэр Морхене. Ну, оно меня не подвело. Так, тут надо что-то тут нажать, и будет сейчас что-то... Кузьмичный мех. Мех, это мех. Ну, как-то два сразу нажмем. А, ступи! Ой, блин. Отойди. Это место принадлежит Радмиру. Кто такой Радмир? Кто ты? Да, огонь. Душа этой кузницы. В моём жаре куётся стаи. Радмир из Тоткарнега? С него содрали кожу во время восстания Факи. Это было очень давно. Жож! Я хочу здесь просто осмотреться. Рушите! Не позволю! Не позволю! Ведьмак печеный. Нет запрещено! Ого! Ничего себе! Я думал, тут огонёк какой-то будет. Лёгкий. Там ифрит. А я с ифритом не сражался ещё. Между прочим. Ё-моё! Куда же его бить-то? Какую часть тела? Кто такой ифрит? Алё! Оно, проинструктируйте меня. И он что-то находится на не очень... О, волк появился, кстати. Не было книги. Бестия из Боклера. Ифрит, по идее, здесь должен быть. Хоть бы представился. Где тебя искать и как тебя убивать? Давайте магические твари. О! У меня уже что-то тут налито. А что я сюда налил? Что у меня тут капелька? Что-то там и есть 28. Ладно, давай, наверное, выпьем. А что он застыл? Он ещё и стреляется. Ты что? Охренел там совсем, что ли? Охренасе. Так я с ним не справлюсь. А он, смотрите, у него линия уменьшается. Подожди. Надо бить его не огнём, естественно. Может, а ардом. Вот подонок. О, хорош, хорош, хорош. Два раза бросает. А потом страдает. О, отличное место. Да, шикарное место. Чтобы превратиться в барбекю. Так. Так это мне же его с нуля, что ли, убивать? Ну, не знаю. Так, ублюдок креп. О, что такое у меня там круглое? Вот это вот смерть сразу. Подгляд и эйфорит. Ещё и место неудобнейшее просто. Ты посмотри на него, а. Ты кем себя возомнил? Хрен. Я тебя с нижнего яруса сейчас зарежу. Беги. Фу. А я уже здесь. Опа, я уже держу. Так, это плохо дело. Напить чё-то. А чё я не лечусь? А, лечусь. Сейчас, сейчас ещё еду сразу добавлю. Хорошо, ему поллинии уже снёс. Но у него огонь. Тут, наверное, его арда надо лупить. Кабана. Слушайте, с элементарями огня я вообще дела не имел. Это ж... Это ж, это ж, это ж... Редкость. Чё их не добавили в Ведьмака побольше? Было бы больше трудностей. Смотри, к нему даже не подойдёшь. Если по чесноку. Тактика-то понятна. Спасибо, Квену. Спас. Сейчас чисто спас. Он поток-то. Нужно работать. Квен опять спас. Опять зажёгся. Квен спас несколько раз. А здесь меня убили, фактически. Ласточка и кое-что ещё делает своё дело. Охрененный босс. Если так и можно назвать. Реально, это первый в Ведьмаке третьим. Противник, которому нельзя подходить. Обычно мы убиваем всех. На любой сложности. Здесь трудности. Нет, можно... Можно, конечно, пойти. Попробовать поискать. Нормально. Я бить не могу. И сюда. Вовремя ты спрятался. Я уже тактику выработал. Ты же понимаешь, да что? Ой. Что со мной? Извините. А вы бы не могли подойти немножко? Спасибо. Спасибо. Спасибо, милый друг. Слушайте, хороший босс. Посмотрим, что за горным. Здесь пригодится глаз не холеной. Почему бы его... Чаще этого вида противника не использовать, а? Ну, он же настолько крут. Честно говоря, не понимаю. Так. Там, конечно, возможно было какое-то зелье против огня. Там или еще что-то. Но лень искать было. Резня в центре. Три вида атаки. Ну что, неплохо, как по мне. А что надо сделать, извините? Снять... А! Все, все, понял. Три вида атаки. Смертоносных, между прочим. Здесь ничего. Чё? А, это не... Это не глаз. Блин. Я же другую в хрень взял руки. Где она? Глаз. А где он находится? Вот это? Или вот это? Нет, это... Это хрень. Это ж мы искали. Что это сделает вообще у меня? Вот это ж глаз, да? Хотя нет, подожди. Что такое глаз? Глаз чего найти? Чего использовать? А это что? Мясо волкалака, да? Нет, не... А, да, это... Так это ж не глаз. Он же называется по-другому. Бежище скрытый взрыв. Он сказал, глаз какой-то хрень. У меня это называется... Магический светильник. Ну ладно. Будем думать, что это он и был. Ну это он и был, естественно. Все? А, все. Я думал, тут еще пещера будет. Тут только сундуки. Ну и что это за рубашка грязная? Мне ее постирать надо или что? Мастерский доспех. Школы волка уже готовый. Слушайте, ничего себе. Уже готовый, собранный, а? Ты не какой-то бак, я надеюсь. Ну понятно, что он с 34 уровня, но сам факт. Посмотрите на эту броню. 205... Хотя броня небольшая. У меня почти такая же. Для 34 уровня. Но здесь сопротивление практически всем ударом. И от чудовища хорошо помогает. Неплохо. Ну, зато не надо его делать. Сэкономим какие-нибудь материалы. Все, отличный был противник, я вам скажу. Очень неплохой. Можно убрать эту фигню? Спасибо. С ней бегать нельзя. Такой суровый противник. Я рад, что нашел этот квест. Хотя, фактически его уже пропустил. Пошли теперь парниковые эффекты следовать. Да, неплохо. Мне понравилось. Больно было, да. Парниковый эффект. 27 уровень. Тут такие высокие уровни в Кайр-морхине. Как будто я еще не должен вообще здесь бывать. У нас меня уже сюда отправили. Подожди, куда это меня ведут? Меня ведут вообще фиг знает куда. Это надо на лошади отсюда скакать, сюда подниматься. А что, не могли телепорт придумать, что ли? Это было для рудники. Вот это что за фигня. Как там медведи? Я не хочу туда идти. Платва, иди сюда. Медведи видишь? Нам надо пробежать возле них. Только не скинь меня, пожалуйста. Я уже не могу убивать этих прекрасных животных. Быстрее. Быстрее, Платва. Тревога лошади. Отлично. Это всегда по три гнездятся. Сейчас я посмотрю, что это еще за развалины. А, я здесь, по-моему, бывал. А, мы тут бывали. Мы тут сходили с этим. С другим нашим. Три яща? Да, были, были, все. Были, были. Когда за виверной шли. Я тут уже все обыскал. Чуть не могу залезть. И тут мы, и тут мы бежали. Ну да, поднимались вверх. Слева виверна, по-моему, было. Могли бы и телепорт сделать бы. Ну, я пришел, и что? Теперь помедленнее. Да тут получился настоящий ботанический сад. А, все. Типа, трава наросла просто, да? А, серьезно. Причем разного, видите? Вида, абсолютно. Реально, тысяча штук. Всего на свете. Даже олень помер. От счастья, когда это все увидел. Неплохо, да? Для травника, наверное, находка. Но у меня всего этого уже столько, что... Сам готов поделиться. И беспортниковый эффект. Понятно. Ну не, ну оригинально, че. Только что телепорт сюда не придумали. Я бы сюда... Отсюда, вернее, с удовольствием бы слетел по-быстрому. Ну что, остался на знак вопросов к аэрморхе. И может где-то еще в лесу что-то, где-то вот... Вот эта точка, может быть, какая-то сортира. В сортире кто-то сидит и хочет тебе дать квест. Ладно, давай сначала к телепорту, наверное, мы с вами ломанемся. Потом уже тогда все остальное. Ну, что мог, то нашел. Может быть, потом что-то еще всплывет, не знаю. А может и не всплывет. Давайте... Ой. Давайте еще знак вопроса с вами посмотрим. И все. С каэрморхе нам хватит пока. Ну, вас только не хватало. Ну, платва, только попробуй перевернуться, блин. Каких-то волков убивать будем. Да нафиг они нам нужны? О, опять сейчас на волков попадем, да? А, медведи опять. А, это что же место? Все, платва, по-моему, ты нам сейчас скинешь, да? Чтобы он на мост не попкнет. Не скинул. Мишки там волнуются просто. Блин, киня огромные. Ну, все. Знак вопроса и нафиг отсюда. Только я так и не понял, как кто попадает. Как-то тоже красный на меня смотрит. Волк. Это... Это... Это не квест. Это просто показано, что я должен отправляться с этой территорией куда подальше. Знак вопроса. Как же на тебя выйти-то, а? Платва, иди сюда. Я пешком не побегу далеко. А то сюда не пролезешь. Опа, а то что-то еще что-то было. А, понятно. А, понятно. Чего я так много здесь? Давай по краю как-то обойдем, что ли? Да неприличия много. Там медведь, он не злоточный. Ой, блин, залез. Мозг какой-то разломанный. Да, чувствуем... Кто накер, накер его? Где я вообще? Нам как-то вот сюда, что ли, попасть, ну? Блин, тут накеров куча. Ну, быстрее, платва, ну... Спасибо, платва. Спасибо. Ну, как обычно. Блин, да не хочу я с вами драться. Идите нахрен. Восьмой уровень, 300 штук. Ну, это не ж серьезно. Тволите. Сейчас меня платва не смогла поднять на бугорок вверх. Слушай, ты... Да охренели здесь, да? Жизнь не учит, да? Не нападать на себя до их мужчин. Козлы. Пока мич затупила, босс. Ну и? Я поднялся на эту... Оу, е-е-е. Слушайте, я нашел это место. Я думал, это где-то в пещере. Я смог сюда подняться. По-моему, я в прошлой серии пытался это сделать. Я 14 уровень. 14 уровень, это так. Нет, я реально думал, что оно где-то в пещере. Потому что я пытался всеми силами найти это место. Чертеж-банш. А-ка... Еще одна? Здрасте. Если я говорю здрасте, надо здороваться. Далековато. Что далековато? Тут же верно. Ну, это не честно, ребята. Дерусь с Виверной, меня отбрасывают обратно. Ей не далековато, а мне далековато. Ну, так я же хочу снять... Подгода в самый раз. Я на грани, да? Далековато. Хе-хе-хе. То есть... Если ты метр пройдешь, то все, да? Все равно я убью, скотина. Дальше живут драконы. Ну, так это же самое интересное, нет? Посмотреть, как живут драконы. На чай зайти. Главное, в платве можно туда. Мне нельзя. Далековато. Ну, ладно, там бы гора еще была, которую невозможно обойти. А так далеко... И тут далековато. Кстати, сюда тоже ходил. Думал посмотреть, что там и сюда будет далековато. Короче, везде далековато. Можно, кстати, не волноваться, что я там что-то пропущу. Там все закрыто. Ну, ладно. Самое главное, что мы нашли этот знак вопроса. Я думал, мы не сможем. Платва, спуститься сможешь? Подняться я понимаю, что ты неудача. Очень. А вот спуститься. Спуститься смогла. Сейчас вот этих давай волков обойдем. Или это кто? Это волки, да. Причем довольно большое количество. Все, мы уходим отсюда. Причем вообще. Я имею в виду Скайр Морхенов. Платва просто не может пролезть. Сама не может и меня не пускать. Все, заблокировала проход. Давай, сейчас проедем. Сейчас проедем, давай. Нет, не может. Ну, пошла. Скорее, плотва. Ну, все, валим отсюда, да? Сторожевая руина. Нам надо с вами отправляться не на Скеллиги. Нет, нам надо в Новиград. Порожа, я сейчас поменяю квест. Начнем с Новиграда. Скеллиги-то мы успеем. Задание. Остров туманов и все такое. Что такое? Обойти знакомых, чтобы отправиться на Скеллиги. А, это общее задание, я понял. Братья по оружию, Новиград. Давайте по друзьям пройдемся. Нильгард и все такое, это потом. Хотя Нильгард, по-моему, быстрее всего будет. Ну, давайте попробуем с Нильгарда начать. Карта мира. Пробел. Королевский замок в Изиме. Тут попробуем с кем-то пообщаться. Ну, с кем-с кем. Невозможный переход. Найдите ли это подходящий перекресток. Вы шутите? Как же я квест выполнять буду? А чем вам этот перекресток Скайр Морхена не устраивает, скоты? Ладно. Давай тогда пойдем в Новиград. Сюда-то можно хоть? Сюда можно? И где они тут сидят? Подождите, ну, ну, играли. Что, где квесты? Поговорить с Золтаном. Золтан, а ты где? Золтан. Хивай. О-оу. Крюстан, у нас проблема. То есть я могу пойти только туда, куда меня задание отправляет. Остров Туманов. Обойти знакомых вот так, что ли, попробовать? Что я не могу переместиться? Мне же все равно, откуда перемещаться. Тут ничего нет. Надо именно по конкретным заданиям. Отправиться на Скеллиги. Так. Скеллиги. Что-то не то я делаю. Скажите, что я не то делаю. Или не с любого перекрестка можно отправиться. Так что тогда квест горит на этом перекрестке? О-оу. На Скеллиги не могу. Братья по оружию Новиград. Братья по оружию Скеллиги. Ну сюда, по идее, должен... Что надо делать, а? К.Р. Морхенз. Все, подождите. Может, что-то не то делаю. Скеллиги. Вот он горит здесь. Подожди, он вообще нигде не горит. А где же квесты-то все? Это Бак, что ли? Нет, сюда меня отправили. Благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валаг, под этим именем он был известен нашим героем, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. А что я именно сюда смог, а туда не смог, скажите? Я не понял никуда. Я думал, я уже навсегда останусь в К.Р. Морхензе, но нет. Вот, тут люди появились, в принципе, все, и квесты появились. Фух, отлегло. Короче, нам надо найти Мышавура. Ну и, собственно, Керис. Ну и, собственно, Крах. Я думаю, они нам помогут, потому что мы помогли им, правильно. Вот это, кстати, еще странное место. Дверь так и не открылась этого места для нас. Но не все сразу. Давайте начнем с королевских кровей. Заодно сдадим сейчас пару предметов. Может, выложим в ящик что-нибудь. Как раз здесь повод я. Починимся, наконец-то. После таких тяжелых боев-то. То есть, рандомно нельзя выполнять, да, получается, куда я хочу. Мне надо, в общем, показать товары. И я тебе продам сейчас фигню, все, кроме этого, это что-то, вы что, мастерский. Самый последний, кстати. Трубахи у меня тут. Вот эту фигню сдать, Эриданского. Альбардиста вечного огня. Сопротивление колющим, рубящим стихием 4%. Кстати, надо, просто может быть, если такая огненная тварь попадется, найти просто доспех нужный. Сопротивление стихием, да и все. Ну ладно, поэтому пока мне надо. Мечей у меня что ли не было? Никаких, да? Ну ладно, ремесло давай починить. Все, я все починил, все отлично, пока. Не выкладывать-то кроме ничего, кроме своего доспеха, отличного мастерского. Так, по идее, все должно пройти гладко, как мне кажется. Они реально мне должны все. Подожди, я знаю, что мое почтение, куда мне идти? Вверх, вверх здесь. Где здесь? Тут что было? Надо тебе подольше на островах помыть. Хоть сил наберешься. А я говорил, мы увидим дитя Краха на троне. А, башня, наверное, сейчас, сейчас, сейчас. Я вот всегда думал. Глаз с него не спускай. А тут все танцует. Медведи всех поели. Мне надо идти замуж. Ладно, пошли к Краху зайдем пока. Знаю я таких, как ты. И он-то, я знаю, где сидит. Здравствуйте. Скажу тебе, Геральт, после того, как вы с Ялмаром одолели ледяного великана, ты для меня один из нас. Вот мне как раз нужна помощь. У тебя сердце Анкрайта. Есть новости о резне в Каэртролле? Благодаря тебе и Керрис мы знаем, кто за этим стоял. Для меня этого довольно. Ты не пробовал изловить берсерков? Они были лишь орудием. Я предпочитаю отрубить руку, которая сжимает меч, а не портить Сталин. Твоя дочь первая женщина на троне Скеллиге. Керрис будет хорошей королевой. Она знает, чего хочет. И чего она хочет? Объединить все кланы Скеллиге. Трудная эта задача. Еще никому это не удавалось. Но Керрис девка упрямая. Серьезные планы. Думаешь, у нее получится? У нее есть могущественный союзник. Крах Анкрайт. Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири. Но знаю также, что когда я до нее доберусь, дикая охота тотчас об этом узнает. Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? Сперва черные, теперь призраки. Ну, что поделаешь. Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. А что с нельфгарцами? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Но не бойся. Мы прогоним и черных, и дикую охоту. Зажарим двух кабанов на одном огне. В Каэр Трольде Цири будет в безопасности. Я не могу рисковать твоими людьми. Местом битвы станет Каэр Морхен. Каэр Морхен в сотнях миль отсюда. А то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Невгардом. Геррак, прости. Я не могу этого сделать. Понимаю. В таком случае я не буду отнимать у тебя время. Прощай. Постой. Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Что ты мне предложишь? Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Не у меня, а у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда каменного кулака, то есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Он выкован в Махакаме, закален в огне дракона. Принадлежал роду Анкрайта в столетия. И теперь он твой. Я не могу его принять. Можешь и должен. Позволь мне сделать хотя бы это. Если ты настаиваешь, благодарю. Понятно. Любой вариант. Принятие меча. Хотя я бы не взял. Потом скажут, что я меч улотнял у них. Пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Прощай. Ну, хоть меч дал. Так, что там у нас? Что за меч-то хоть? Пробитие доспеха, дополнительный урон. Прикрите шанс вызнать заморозку. Ну, неплохо, конечно. 25 уровень. Два камня еще добавить и кое-кто получит. Нет, классный меч, конечно. Вообще заморозка. Так, как нам попасть теперь в Керес? А где тут лестница? Лестница. А, вот она. Да будут прокляты ваши имена. Ну что, попытаем счастье с Керес? Она нам тоже откажет? Керес вообще от меня убегает. Я знаю, он должно быть еще упрямее, чем мой отец. Но я, конечно, буду пробовать. У меня к тебе непростая просьба. Я хочу просить тебя о помощи. Что случилось? Крах ведь говорил тебе о Цири, правда? Ты ее нашел? Пока нет, но я считаю в шаге от нее. Беда в том, что когда я ее найду, Дикая Охота сразу поймет, где мы находимся. Поэтому я хочу забрать Цири в Каэр Морхен И там дать призракам бой. И поэтому мне нужны союзники. Я не могу сейчас покинуть острова. Но я дам тебе моего лучшего воина. Я докидал. Хьялмара. Думаешь, он согласится? О, наверняка. Да еще и обрадуется. Ты же его знаешь. Это точно. Спасибо. Вам его помощь наверняка пригодится. Удачи. Спасибо. Сейчас Хьялмар как узнает. Мы об этом уже поговорили. Что ему на смерть ехать? Ты чужа. Мы же для друзей. Подожди. Хьялмар должен быть внизу. А где ж... Ну, вот тут и спрятались-то, Хьялмар. Вот он здесь, только внизу. Как не спуститься? Вот это украшение. Мое почтение, ведьмар. Что там творилось в крепости краха? Так подожди. Это уже выход. Ё-моё. Через вот этот, что ли, ход? Хьялмара не видели? Он уже окопался, чтобы на войну не идти. Нас с него не спускают. Такими клиночками можно разве что... Не, ну тут нет дверей никаких, блин. Оооо... Трудная работа. Просите помощи. Кого-нибудь. Блин, я не знаю, как попасть вниз. Тут опять этот король. А, вот здесь проход походу вниз. Закрыто. Нужен ключ. У тебя я уже был. По-настроили, блин. Чехуточный. Где здесь проход вниз? Че-то я не догоняю, да? Да будут прокляты ваши имени. Кого еще? Вверх. Он, оказывается, через стенку здесь был. Ну, ничего не тут тоже домик, да? Привет. Хьялмар. Ты меня тоже сейчас пошлёшь, я чувствую, да? Че, что я тебя ограбил? Че, что еда нужна? А, у тебя картошечка есть. Сразу к делу. Звучитая охота готовит нападение на Каэр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Призраки у ворот ведьмачьи крепости? Ты друг моего рода, и я не могу... Ну, хоть кто-то... ...предоставит помощь. ...в битве с такими врагами. Я выступаю немедленно. Спасибо, я не забуду этого. М-да. Из двух согласился только один. Хотя они вполне могли... ...предоставить мне целое войско. Можем поговорить. Я хотел сказать, что Хьялмар согласился, но тебе вижу всё равно. Ладно. Ну, хоть одного нашли, уже чуть-чуть легче. Пошли теперь к Машавуру. Друид, я думаю, тоже согласитесь. А может и нет. Мы-то его давно знаем уже. Эх, Скеллиги, хорошее было время, когда я тут был. Классные квесты. Классные задания. Так, дайте мне сюда попасть. Классная атмосфера. Дайте я выложу тяжелый доспех тяжеленный, который мне понадобится через 8 уровней. Не только чего таскать-то с собой. Меч я, пожалуй, оставлю. Я думаю, охота... ...обрадуется, когда мне будет такой меч. Это еще почему? Блин, я все не привыкну никак мне в другую сторону бежать. Вот сюда. А эта микстура зачем? Нашим ребятам поперек дороги не остановись. Сейчас бы хотя бы всех обойти. Так, сундук. Ну что, до встречи через 8 уровней. А весит-то 10 килограмм, между прочим. Я вообще весь перегружен, конечно, полностью. Нет, меч оставить. У меня седла, походу, да? Ну да, два седла, которые надо продать. Весят по 7 килограмм каждая. Ну и дерьмо всякое надо выгрузить. Сколько у меня тут всякого? Там, в принципе, немного. Шкуры, конечно, много весят. Ну да. 10 шкур. Хотя они нет. Вот шкуры медведя, да. 6 килограмм. Потом всякие там козьи шкуры. Черепухи. Мелочь, но все равно что-то, что тащит. Вот 11 шкур. Тоже 10 килограмм. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть и собирается. Фиалы. Немного, но тоже весит. Пару лестниц. Так, ракушки оставляем или бросаем? Можно продать торговцам или разобрать? Ладно, пусть лежат. Торговцам мы всегда успеем продать. Еще что-нибудь есть, кроме книг, что-нибудь тяжелое. Вот еще шкура. Тоже килограмм весила. И вот. И два седла мне надо продать в ближайшей таверне. Мясо можно выбросить. Граблища какие-то лежат. Цветы из кладбища. Паржавые ножи. Где их набрал? Интересно. Так, щит какой-то. Знаки... А, нет, да пусть будет. И 91 гвоздь, который уже не квестовый, видите. Уже не горит квест. Весит 0,01. Ладно, пусть будет. Не буду проверять то место, где мне надо было встретиться кое с кем. Я думаю, он ушел и живет теперь нормальной жизнью. Так, мне два седла надо продать. Срочно по 7 килограмм. Отличные седла. Это мне не важно. Это не важно, не важно, говорю. Не важно. Покажи товар. Не то нажал. Чем у вас так вкусно пахнет? Два седла. Ого, у тебя денег. Это я у тебя накупил спиртного. Мандрагора есть, но она мне уже, наверное, не понадобится. Я уже прокачался по максимуму. Все, разгрузился, обновился, и теперь могу идти к Машауру. Ты пешком к нему пойдешь? Походу, да. Я думал, так телепорту бежишь. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Машавур сейчас скажет, мне некогда. У меня дела. Хотя помощь друидам мне бы не помешала. Тем более, я тут друидам помог кое-кому. Нет, он, наверное, пойдет, потому что Цири... Ему тоже близка. Я думаю, должен, по крайней мере. Далеко ты находишься. Я у нас всю работу с великаном провернул. Ага, попался. Думал, что я тебя не найду. Нашел. Здорово, Машауру. Это ты? Это он. Мы можем поговорить? Что друиды думают о новом владыке Скеллиге? В Анкрайтах течет хорошая кровь. Трудность в том, что Керис первая женщина на троне Скеллиге. Не все довольны. На Скеллиге семь кланов. И каждый хотел бы, чтобы король происходил из их рода. Но Керис справится. Она не так порывиста, как Хьялмар. Она думает и лишь потом действует. С таким советником, как Крах, она может оказаться доброй королевой. Мы с Йен были на Хиндерсфиале. О, и что вы узнали? Цири была в Лафотене. Она появилась там раненая. Деревенские о ней позаботились. Но в бою следу шла дикая охота. Цири сумела сбежать, но жители деревни... Я все знаю. Я уже говорил с теми, кто выжил. Ну что же. Хорошо, что Цири спаслась. Надеюсь, вы скоро ее найдете. Да, и вот есть возможность. Дикая охота скоро наводит на Керман. Надеюсь, твои слова не пусты. Мне нужна твоя помощь. Дикая охота? Ты уверен? То есть, ты нашел Цири? Я знаю, где ее искать. И знаю, что когда найду ее, всадники охоты сразу об этом узнают. Я понял. Я сейчас же начну сборы и отправлюсь в дорогу самое позднее завтра. Спасибо. Не за что. Ну да, я так и подумал, потому что он-то ее близко знает. Видимся в Каэр-Морхе. Тут без вопросов. Ну а тем тут тоже понять можно Керес. Ян этого краха. Зачем им проблемы чужих? У них своя земля, свое королевство. Это только касается тех, кто ее хорошо знал. Хотя я Керес помог стать королевой. Мог бы и другому помочь, который мне без вопросов решил помочь сам. Керес, видите, засомневалась. Крах тоже. Ладно. А, все. Ё-моё. Поговорит с Золтаном. Новый град теперь, да? С этими вопросами все. А что она тут осталась? А, тут летающая тварь. Может, пошли ее грохнем? Или ну ее нафиг? Ладно, пошли разомнемся. Тут эта беготня чуть-чуть. Залутомен. Сейчас я посмотрю, какого она уровня. Смогу ли я ее шлепнуть? Она возле маяка там летала. Просто одним глазом хочу посмотреть, насколько все серьезно. Ну, пошла. Тогда она оказалась невероятной. Ну, или он, я не знаю, кто это. Дракон? Дракон. Сейчас я посмотрю поближе. Уровень. 30. Голохоз. Да, нормальный. Нормальный. Еще и горит. Тих, тих. Я говорил, не кури. Во время боя. Место хорошее для боя. Все. Метку можно убирать. До этого он был невероятен. Шкура-велохвост. Шкура-велохвост. Все, пока, метка. Отлично. Платва. Мы с тобой непобедимы. Там еще одна тварь осталась в виде архигрифона. Но, я думаю, оставлю его на закуску. Все, размялись. А тут эти квесты, квесты, квесты. Поговори, поговори, уговори. А тут раз. И убили того, кого не могли. Ну что, поехали в Новиград. Опа. А это что появилось? А, тут много чего появилось. Нет, не пойду. Знаки вопроса на Скеллиге. Это такой вопрос. Нет, тут, конечно, могут быть места силы. И мы можем прокачать очень хорошо наш уровень разный. Ну да ладно. В Новиград попали. Оттуда что-то не могли попасть. Странно. Наверное, надо идти по определенной схеме. Начнешь идти своевольно, и все. И дальше не пускают. Ну, Золтан, я без сомнений знаю, что он мне поможет. Это 100%. Можем прямиком к нему идти, и он точно скажет, я в деле. А вот что с остальными? Роше. Ну, Роше согласится. Мы же все-таки друганы. А Дикстра, не знаю. Такой своеобразный типец. Может, не согласится. Кстати, вот Дикстра здесь, да? Потому что там квартира. А Роше там в этой пещере сидит. Давайте, наверное, сначала к Дикстре зайду. Так, подожди, уберите. Вы расстроили стражу. Да плевал я на вашу стражу. Ебут. А мы видели эту корчму? Нехорошо. Эй, ты че? Че-то я ее не помню. Здрасте. Прошу. Я же говорю, я здесь не был. Я и думаю, че-то за корчмал. Что у тебя там? Мы в тот винт еще не играли, ребят. Тут даже есть наркота. Хм. Как ведь я мог пропустить-то, а? У нас сегодня еще в серии и гвин будет немного. Не желаешь сыграть в гвин? Я и думаю, че-то я вообще не помню этой метки. Так, приятель. Давай играем. С КТЛ. Отлично. Мороз. Тут у нас пары. Давай мороз выбросим. Усиление, отсиление. Чего будем усилять-то? Нижняя часть усиляется. Давай вот это, вот это, вот это. Давай заменим. Получили цири. Ну вот, цири стала находиться все чаще и чаще. Хороший знак. Ход противника. Угу. Угу. Давай так. У него даже такие карты есть. Я думал, таких уже нет в природе. С единичкой. У меня вот должен был, наверное, найти давным-давно, в самом начале игры. Только че-то я в эту таверну решил не заходить. Не знаю почему. Как-то, как-то не сложилось. А, ты себя сейчас убьешь. Хух. Хоть не нажал. Давай так. Карты странненькие. И у меня, и у него. 6-8. Давай, наверное, так сыграю. Сейчас все-таки нажму. И убью вот этого. Противник спасовал. Что-то дурочок, что ли. У него колода никакая. Понятно, что это ранний игрок. 16-10. И... Ну, давай тебя. Смысл-то. Вернем на место. Все, мы выиграли. Да нет у него колода. Да у меня расклад не получился. Какой-то неправильный. Ну, все, это точно победа. Ваш ход. Пожалуйста. Нет, у него вообще даже... Козырей нет даже. Заберу. Выведу лютика. Во, вабанк. Пошел, слышите. А я говорил, у него козырей нет. Есть у него все? Все простые карты, правда. Но я его не обыгрывал. Ну, все. Теперь у меня осталась только элит. А у него одна карта. Трис. Ну, я так и думал. Вся победа. Ну, сопротивлялся. Да, карты у него не было. Колода слабенькая. Делал все, что мог. Мне еще не повезло. Были плохими. Так, крона. Что там мы сейчас найдем? Карты никакую больше не дают. Мы, судя по всему, выиграли все карты. Укорч морей. Так, а что тут интересно у вас есть? Сейчас одного доноса хватит. Сразу на костер поволокут. Тут нет интересных людей у вас нет. Нет, если мой старист был такой же отважный, как он. Ты все еще здесь? О, вечный огонь, как башка-то трещит. Просто интересно. А, я здесь был. А что я с ним не играл, не могу понять. Что за бесстантность? Был я здесь. Ну вот. А это балкон. Конечно, был. А через Корчмариум не играл до этого момента. Говорят, какие-то ведьмаки. Я же квест выполнял здесь, мужикам. Ну ладно. Я тут все обшарил, и вверху, и внизу. Один раз так набрался. Пошли к Гигстре. Варвар. Он внизу. А тут вход через ворота. Это я помню. Нет, не через ворота. Блин. Тут самое сложное, найти этих людей снова. А, через нижние ворота. Он внизу. Он здесь. Тут если не помнишь как, то долго будешь бегать. На это и расчет, чтобы вспомнили, как мы их раньше находили. В этом что-то, что-то было. Блин, он же ж не здесь сидит. Он здесь же сидит, да? О, я тебя нашел. Здорово. Нужна помощь. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Ну, он, наверное, откажется. Я сомневался, обращаться ли к тебе. Да, что там. Мне нужна помощь. О, тебе нужна моя помощь? А это даже интересно. Излагай. Я знаю, что скоро дикая охота нападет на Каэр Морхен. Я пытаюсь собрать все возможные силы и средства, чтобы дать ей бой. Дикая охота? Только не говори мне, что ты веришь в эти бредни. Это не бредни. Я убедился в этом довольно болезненным образом на собственной шкуре. Прости, но у меня сейчас полно своих неприятностей. Я все еще не отыскал свою пропажу. А твоя помощь пошла псу под хвост. Так что я тебе ничего не должен. Понятно. То есть, если бы я помог ему с теми деньгами, тогда бы все получилось. Ну, ладно, ладно. Как скажете. В принципе, к нему можно было не ходить. Но если бы помог, наверное, тогда бы получилось. Но там у меня какой-то был выбор. Не знаю, почему. Я ему не помог. Что-то там мы сделали не то. Или на чем-то закончили. И он не выполнил этот заказ. Ну, ладно. Рошет точно мне поможет. Да и Золтан тоже. На двух человек можно рассчитывать. Чего вы орете? Орете че? А, понял. Даже удар пропустим. Тут хотя бы у них бутерброды есть. Я люблю их вот этих лупить, потому что здесь всегда есть перекус. Ну, правда, я один потратил из-за них. Отлично. Еще и кошку выпил. Чтоб виднее было. Чтоб Золтана найти. Малость промахнулся по кнопке. Так, Роше, Золтан. Золтан, Роше. Ну что, давайте поговорим со старым другом. Я думаю, нас не предаст. А вот ты где. Ну, вот это уже разговор. Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит Дикая Охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня? На мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ланберт уже там. Годится. Можно еще было Плютика попросить, но, наверное, не будем. А то его спасать придется. Так, готов. То есть, по сути, мы три человека уже. Три отказалось. Нет, два отказалось. Нет, три отказалось. Три отказалось, три добавили. Ну, Роше точно согласится, потому что я ему всегда помогал. Но насчет этого последнего, не знаю. Вопрос сложный. Так, Роше, где ты прячешься? Как обычно, в ущелье. Ну, как раз и кошка пригодится, во что же темень же, что всех. Как все это кончится? Думаю, бордель открыть. У! Да, и Бьянку мы спасли. Значит, он возьмет ее. Ну, тут я не сомневался. Ну, да, тут мы на сто процентов выложились. И помогли. Ну, теперь остался только Нильгард. Хотя, какой он... Не знаю, там, наверное, отказ будет, мне кажется. Ладно. Три-три, и теперь решающий. Смотрите, тут у нас есть враг. А что у нас за враг-то, интересно. А ну, давайте сюда наведаемся. Там еще знаки вопроса появились, но это, наверное, попозже. Да, давайте посмотрим врага. Еще одну метку уберем. Раз уж недалеко здесь. Все красное. С этой кошкой. Что за враг был? Это, честно говоря, не помню. Понятно. Очень мощные ребята. Короче. Я тут 20 минут их бил, ковырял, ковырял. Они очень сильные. Решил я этот кусок не вставлять. Все равно их не победил. И убивает с одного удара, да. Видите? Смотрите, что творится. Нет, можно было бы, конечно, их как-то там потрепать, побегать. Но, во-первых, арбалетчик не дает стоять на месте, видите? И он тебе рано или поздно все равно прикончит этот гад. Можно, конечно, его пойти шлепнуть. Но я пытался. Сейчас все кончится. Они все равно все равно тебя догоняют. Ладно, ну их нахрен. Давайте, наверное, попозже сюда придем. Хотя бы, когда будет оружие посильнее. Но это битва на минут 40, наверное. И то. Если повезет. Потому что любая ошибка одна. И все это труп. Можно. Я пил отличный гром. Еще я там только не пил. Никакого эффекта. Отличный гром дает плюс 35 к силе атаки. Но... Не годится. Ладно, я ухожу. Все, все, все. Эта метка остается. Эту метку нам не осилить. Придем сюда в дополнение. Он до сих пор меня стреляет. Что, офигел там? Стрела, конечно, сейчас не убивает с одного удара. Но процентов 90 сносит. Тогда, когда я сюда приехал, мне с одного выстрела в грудь убили. Ну что, пошли. Последняя метка. Нильгард. Королевский замок. Увы, зиме. Расколдовать Уму было нелегко. Что-то нам его последним оставили. Но тут сомневаюсь, что нам кто-то поможет. Надо надеяться только на своих. У нас еще есть Авалак. Вот этот, который тоже, я думаю, будет на нашей стороне. Я тут опять не могу бегать, я перегружен. Вот это, блин, песец. Тут надо просто что-то выбросить, потом подобрать. Мне жалко что-то выбрасывать, потому что я могу это больше не поднять. Вот в чем беда. А что я это седло не сдал, вы не знаете? Все седло сдал, кроме этого. Потому что там поинтереснее будет. Нет, не поинтереснее. Давай его выбросим. Ну все, я поменял. Ушел знак, ушел. Видите, баг. Не обязательно даже просто поменять любой предмет, и... Замедление исчезает. Интересно, это только у меня такое. Но мне не поможет, потому что я отказал ему отдавать ее ему. А приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Мы же сказали, что мы не отдадим ее ему, поэтому он может и отказать. Я ему ее не отдам. Сомневаюсь. Дикая охота, это не темерские щитоносцы и не лучники из Лирии. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Визиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее. Согласен. Я пошлю с тобой Харуфь. Но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхес. Мы его знаем. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование Ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время. Постой. Приведи мне Цири. Да. Если она согласится. Ну что, все. Эмгир, в принципе, и хочет помочь. Но ему интересно Цири, чтобы она осталась именно здесь. Отправиться на остров Туманов. Опять на Скеллиге. Ну да. Нажмите. Или это подходящий перекресток. Может я так и нажимал? Неправильно. Может я нажимал? Нет, я нажимал правильно. Я же был на карте. Поэтому, да, действительно. Тут именно нужна была правильная... ...расстановка именно вот этих вот квестов. Тьфи, какая разница, кому бы я первым пошел. Ворхес. Здравствуйте. Ты нашел Дергхафа? Да, он беседовал с друзьями моего отца. Бедняги. Даже на минуту не могут оторваться от политики. Надеюсь, после коронации они позволят тебе немного передохнуть. Ну и все. Прощай. Вот кто должен был командовать. Ну, вряд ли, наверное, он будет командовать. И вряд ли нам кто-то поможет. Ну что, Скеллиги или нет? Давайте посмотрим. Острова Скеллиги, Остров Туманов. Будем вынимать как-то Цири. А интересно, где там Остров Туманов? А в Новиград мне нельзя вернуться? Можно. Можно. Просто у меня здесь еще есть два квеста. Но они, конечно, на 33 уровень. Я просто сюда не планировал полетать. Просто решил попробовать, работает или нет. Но тут есть два квеста. Я просто думаю, если в этих квестах попадется вот такие вот ребята, которые только что меня убили с одного удара, то тогда все, квест провален. Тем более это дополнение. Отлично. Отлично. Вот смотрите, есть два квеста. Хочу просто посмотреть, что там надо. Дополнительные задания. Ну, собрать полную коллекцию карт, не знаю, как это должно завершиться. По-моему, я со всеми уже отыграл. Хоть бы написали, кто со мной еще не играл. Ладно. 32 уровень. Без следа. И посетить мастера руны, узнать больше о ремесле. Может быть, мы с вами, давайте, наверное, попробуем в следующей серии эти два квеста, потому что, в принципе, они полезны. Во-первых, мастер рун что-то нам расскажет. А во-вторых, травник. Может, мы станем сильнее благодаря этому? А ну, покажите мне, где это на карте мира находится. Один находится вот здесь. Нет, подождите, где нет. Нет, вот, 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 вот. Один находится вот здесь, если мы сюда войдем, конечно. А второй? Стартовый капитал карты мира. А второй вообще в другом месте. Нет. Знаете, как мы поступим? Нет, мы так не будем делать. Я здесь был. У меня здесь даже и обычные мобы выносили. Тут они по 33-35 уровня. Если здесь какое-то будет задание, какое-то в этой местности, то это будет просто мучение. Нет, я их могу пройти, но это очень-очень-очень долго. Давайте пока в дополнение не лезть. Значит, будем убивать обычных мобов по 20-30 минут. Так, предлагаю, наверное, сейчас заменить вот эту вот вещь. Что тут было, я забыл. Так, это есть вот этого, вот этого. Нет, это тоже есть. Рука есть. Это есть. Арт. А чего тут нет? 5, 3. 5, 3. А, вот этого нет. Правильно? Ну да, но не установленные, поэтому не показывается. Сметающий арт. Просто я предлагаю заменить пока что непрокаченную мощную атаку сокрушительные удары. Ставить время на арт сюда. Тут все-таки он на 3 прокачен. Арт мы иногда пользуемся. Но потом посмотрим, когда дойдет уровень до 30 уровня и откроется мутаген. Все, друзья. В следующей серии точно идем с вами на скеллигем. Не буду я испытывать судьбу и долбаться с этими существами, с которыми мы, в принципе, и так сами встретимся рано или поздно. Только уже будучи прокаченными. Все, берем сейчас основной квест. И за цири в следующей серии. Дополнение оставим на потом. Остров туманов, как раз 22 уровень. Как раз под наш фактически. Ну, мы чуть-чуть переросли, но ничего страшного. Все, останавливаясь возле этого знака. Конечно, мне бы еще светло кому-то продать бы. Вот я их хотел, наверное, или выложить, или продать. Или продать, или выложить. Сейчас, знаете, еще светло продам, чтобы оно мне не тяготило. Вот этот костюмер. Живет, по-моему, да? Это ж его дом. Да, его дом. Который любит переодеваться и шить одежду. Ты где? Приветствую. Я бы взгляд... Разумеется. Это мы уже все видели. Три маски опять продается. Какой-то квест, который мы не активировали. Ну, что поделаешь. Так, забирай свою за 106. Он меня оттягивает все карманы. Все, вот теперь я точно готов. Прощай. Теперь я точно готов. Ну что, в итоге нас поддержали... Только самые близкие люди. Роше. Золтан. Хьяндаль. Которому мы, собственно... Не особо помогли. В его мечте. Это кто? Да. Че, плачем? Что-то ты мне напоминаешь какую-то знакомую. Не помню кто. Где-то я тебя видел? Может, в первом Ведьмаке встречались? А? Ладно. Все. И в итоге кто? Золтан. Хьяндаль. Роше. И кто-то еще был четвертый. А, меч нам еще дали. Роше. Золтан. Хьяндаль. Кто еще? А, Мешавур. Все. Четыре человека нас в итоге поддержали. И один еще думает. Цири придет к нему, не придет. Если придет, тогда даст войска. Не придет, тогда не даст войска. Ну, и хрен с ним. Вообще-то у нас еще в Каэрморхе не должна быть Трис. Еще какая-то ведьма, которая, я забыл, как ее звали. Накак, как там называлась. Которая нам фонарь подарила. Две еще должно было быть. Должен был еще быть какой-то там еще какой-то мужик. Но он тоже сорвался. Короче, нас многие сорвались. Потому что мы как-то им недопомогли. Но там были не совсем такие квесты. Как бы чистые на руку. Там пришлось мне отказываться или помогать другим. Но в любом случае, если бы ты, по-моему, с вот этим Дикстром, этим парнем. Хотя ему хорошо помог. Странно, что он мне отказал. Там либо я не помог бы, либо Роше. Я не помню. Там квест какой-то был тоже. А, с Трис что-то связано было. То ли надо было Трис не помочь. А ему помочь. Но я выбрал сторону Трис. И поэтому, в любом случае, какая-то сторона была обиженная. Ладно, друзья, все. Начинается жара. Ведьмаке третьем. И в следующей серии начинается. Самое интересное. Отправляемся на Скеллиги. За Цири. А потом вместе с Цири в Каэр Морхен держать оборону. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий Канау. Шевель Элплей до новых серий. Ведьмаке третьем. Пока.